Семь производственных заповедей должны отскакивать от зубов молодых специалистов перед тем, как прийти работать на завод. Все они касаются техники безопасности. Ну, несколько правил ключевых. Это работник обязан применять средства индивидуальной защиты, обязан ходить только по пешеходным переходам в случае отсутствия по левой стороне дороги. Также работнику запрещается курить в неотведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности. Антон Трегубов уже год живет с этими правилами. Прошлым летом молодой человек устроился оператором технологических установок. В то время, пока он следит за манометрами, за Антоном тоже следят наставники. Таким образом, профессиональный опыт переходит от одного к другому. Не боитесь задавать глупые вопросы, например, если чего-то не понимаете? Обращаетесь к наставникам? Да, конечно, обращаемся. Не стесняемся. Чуть-чуть покраснеешь, но ничего, нормально. Он помогает, выручает, подсказывает, отправляет на работу, смотреть, как выполняется это все. С должности оператора начинают все молодые специалисты, которые приходят на НПЗ. Тимур Гореев прошел тот же путь, что и Антон. Сейчас он работает механиком, даже знает рецепт приготовления бензина. Сам из себя бензин представляет. Это как имеется определенный рецепт, там он стоит из нескольких компонентов. Из каких именно, я вам не могу сказать. В каком процентном соотношении тоже. Тимур хоть и сам еще молодой специалист, но уже готов дать совет будущим коллегам, которые только собираются стать нефтяниками. Самое главное, мне кажется, это не бояться. Если есть желание работать и чувство ответственности, то, конечно, и себя можешь проявить, то тебе всегда будут рады везде. И Антон, и Тимура после периода адаптации ждет тестирование. Его результат покажет, насколько ребята смогли применить послевузовские знания на практике. Кстати, их наставники как сейчас помнят свой экзамен. Первый раз я проходил тестирование, у меня было около 60%, а после периода адаптации уже 80% с лишним. То есть был заметен результат. После этого испытания в статусе молодых специалистов ребята будут находиться еще два года. Светлана Сопрыкина и Николай Сапожников. Специально для новостей.